Господин Трамп, президент Северного стата Америки, самый главный начальник на планете. С чем он к нам приехал и с чем он от нас уехал? Вот давай пока вот на этом вопросе останавливаться. Ну, глава была цель его приезда к нам. Да, зачем он? Что я... Трамп приехал не к нам, он поехал на Ближнего Сла. Так. И он начал не с нас. Он начал с основного, что у него есть. Сауда. Основное это в Саудовской Аравии 50 мусульманских арабских стран. И с чем он приехал к ним, а не с чем он приехал к нам. А потом он заехал к нам. И опять-таки, мы все кричим, визит Трампа в Израиль. Это визит Трампа в Израиль и палестинскую автономию. То есть приехал и к нам, и к ним. Одновременно. Ну да. В один визит. Ну да. И он... И его... Он встречался с Махмудом Аббасом, так же, как он встречался с Биби Натаняевым. И он приехал нам сказать то, что он сказал раньше. Договоритесь. Как вы договоритесь, меня не интересует. То есть то же самое, что он сказал, ему неважно будет два государства, три государства, четыре государства, одно государство. Какое ему дело? Говорит, договоритесь и снимите эту головную боль с нашей головы. Потому что нерешаемый вопрос мешает нашим отношениям с арабским миром. Это он сказал. Второе, что смысл того, что он приехал. Последние три года, четыре года, особенно истерически, Весь израильский политический бумон. И правительство, и все их платные и неплатные обслуживающие журналисты, и политические комментаторы. Что все говорили? Абумазен нерелевантен. Ни о чем с ним говорить. Кто он такой? Он ничего не представляет. И мы его в упор не видим. И когда Трамп принял его в Вашингтоне, и когда он сейчас приехал, он сказал, он релевантен, и только он, и с ним вы будете говорить. А если посмотреть, что только день на этого он сказал в Саудовской Аравии, что Хамас такая же террористическая организация, как ИГИЛ и Иркайля, то он выбросил Хамас за скобки, как участника политических переговоров. В его понимании Хамас должен быть уничтожен, так же, как ИГИЛ и Иркайля. Но у нас сделали вид, что вот на это не обратили внимания. И все переворачивает с ног на голову. Вот теперь Абумазен должен знать, кто такой Хамас. Это вы должны знать, кто такой Хамас. Вы его поддерживаете. Вы ему дали туристскую помощь. Вы его признали. Вы с ним идете переговоры. Вы огораживаете его от всякого влияния и давления со стороны палестинской автономии и Египта. Вместе с Катаром и Турцией. То есть в этом смысл того, что он приехал и сказал. Вы договариваетесь с Абумазеном, Махмудом Абазом, палестинской автономии, которая нерелевантна. И только с ним. И договоритесь с ним. И мой посланник вам поможет, чтобы вы договаривались. О чем договоритесь, это ваше дело. И второе, что Трамп сделал. Он посетил Стену Плача. Как он ее посетил? Без какого-либо сопровождения официального израильского представителя. Потому что, чтобы это не могло быть истолковываться, что он, Трамп, признает, что Стена Плача является территорией Израиля. Еврейской национальной святыней – да. Религиозной – да. Государственной – нет, не дай Бог. Для этого Соединенные Штаты не созрели. И несмотря на все крики и на все истерики, он не провозгласил того, что он переносит посольство Соединенных Штатов в Иерусалим. Он даже не сказал того, что месяц за полтора месяца до этого сказала Россия. Он не признал, и в этот раз, Иерусалим – столица Израиля. Западный Иерусалим. Только западный. Потому что только полный идиот. Или невежда. Или оголтелый фанатик мог думать о том, что Трамп собирается признать Единый Иерусалим и перенести посольство Соединенных Штатов в Единый Иерусалим. До такой степени кретинизма могли дойти только наши комментаторы и наши политики, которые об этом всерьез говорили. Хотя американцы не готовы даже западный Иерусалим в границах 5 июня 1967 года признать столицу Израиля. То есть этот визит, он сказал, границы 1967 года, я признаю. Теперь вы вдвоем на равных договариваетесь. О чем договоритесь, неважно. Мне необходимо, нам, Соединенным Штатам, необходимо, чтобы эта проблема была снята с повестки дня, потому что она нам мешает на Ближнем Востоке решать все наши проблемы. То есть и вторая теория, которую вы выдумали у нас. А оставим палетинцев в стороне, кому они нужны. Вот мы договоримся с Саудовской Аравией. С Египтом, как и. И с выдуманными им суннитским миром, против шиитского мира. А палестинский вопрос решится сам по себе. Приехал Трамп и сказал наоборот. Потому что то же самое, что он услышал там, и то же самое, что они ему сказали, то, что он сказал. Решите эту проблему. Она не очень серьезная. Она не очень серьезная для нас. А для нас это головная боль. И договоритесь. Причем, что было сказано еще, со слов его министра иностранных дел. Каждому из вас придется чем-то поступиться. Все. Это то, что касается визита Трампа на Ближний Восток. А дальше он поехал в Европу. Да. То есть он отметился. Он был на Ближнем Востоке. Но еще раз я буду понимать. Надо, где он начал. Кому и что он сказал. И как он определил параметры решения вопроса на Ближнем Востоке. И я хочу дополнить. Без Хамаса. Окей. Ты прав. Раз же мы так всерьез начали этот аспект визита президента СССР на Ближний Восток, давай вот такой вопрос. Как ты считаешь? Опять же, все ждут, что буквально месяц-другой и в Вашингтоне соберется тройственная встреча Трамп, Нитаньягу и Абамаса. Как ты видишь, во-первых, сам факт такой встречи, насколько это возможно? И второе, каким результатом такая встреча может прийти? У нас привыкли ставить все с рук на голову. И смотреть на форму, а не на суть. Суть того, что должны договариваться. Если будет прогресс в переговорах, тогда будет смысл во встрече в Вашингтоне. А до встречи в Вашингтоне он сказал, вот, моя воспитательница приедет, садитесь в песочнице с вашими игрушками и играйте. Когда закончите играть в песочек под руководством нашей, моей воспитательницы, тогда она мне доложит, что с вами можно говорить, каждый получит по конфетке. В какой это форме будет тройственная встреча, она будет в Вашингтоне, это все равно, что определять сегодня. В каком именно здании в Нью-Йорке или в Вашингтоне или в другом городе будет встречаться представитель Израиля или наш глава правительства и Махмуд Абас. И будут они женами или будут они без жен? И какого цвета костюм у них будет, и какого цвета галстук? И какая мебель будет вокруг? Какая-то разница. Речь идет о том, что на сегодняшний день определили нам задачу. Садитесь за один стол или в одну песочницу и начинайте играть в Ваши детские игрушки. А как ты оцениваешь отношения, а это не самый слабый игрок в этой большой игре, как ты оценишь отношения арабских государств нашего региона к этой проблеме? Я уже сказал с самого начала. Это то, о чем он с ними говорил в Джейдде, и то, что они ему сказали. Решите проблему. Она нам мешает решать проблему между вами. И американцы говорят, решение всех проблем Ближнего Востока задерживается. Пока эта проблема не решена, она мешает решить эффективно проблемы сотрудничества и все страны Ближнего Востока проектировали. Ты думаешь, что к ним оба участника конфликта прислушиваются к этим словам? Понял. Ты считаешь, что оба участника конфликта есть шанс, что они прислушиваются к этим словам? То есть... Я вчера слушал выступление, извини, Нитани Ягу на дне Иерусалима. Обе государства претендуют на то, чтобы их столица была Иерусалим. Убил насилие столицы... Да, просто, да. Нитани Ягу дал понять, что он требует только полного суверенитета Израиля над Иерусалимом. Дальше что? Ну так а о ком? Нет, в чем дело? О ком решении проблем? Кого интересует, что политик говорит? Когда он собирает на площади своих сторонников, чтобы поднять свой авторитет? Это хороший вопрос, хороший ответ. Ну пусть он говорит. Ну он сказал хорошо, он сказал. ЗУКС. ЗУКС. Может быть, его жена относится серьезно, это я не уверен. К тому, что он говорит. Я знаю точно, что нет. То есть ты считаешь, что он мог так сказать? Какая разница в том, что он сказал на собрании перед толпой своих сторонников в день объединения Иерусалима? Он мог сказать что-то другое? Нет. Он сказал, потому что это он должен сказать. Потому что у него справа и ждет его Мири Регев, а с другого еще один недоумок, который проявил полную израильскую, вульгарную тупость и поведение. Хазан. Ну да, это да, это всегда. Когда у него такие слева Хазан, справа Мири Регев, что он может сказать? С этой публикой, но другого вообще какими-то членораздельными, нормальными понятиями. Можно говорить? Я прошу прощения, я просто обещаю, наши зрители могут нас и понять, что депутатик Неста, господина Хазана, который уговаривал президент Северной Северной сделать с ним селфи. Он взял его за руку и говорит, давай селфи делай. Я не понимаю, почему Мири Регев до того опустилась, что она не пришла в своем платье с Иерусалимом на встречу с Трампом. Как это может быть? Да, да, да. Она что, уже это не так важно? Или это важно в Каннах, но это не важно встреча с президентом Соединенных Штатов? Окей. Давай еще развернемся. Ты считаешь, что есть шансы в том, или это будет зависеть от давления Вашингтона, или что? Я не знаю, есть ли шансы или нет шансов. Я не определяю, есть ли шансы, потому что я не психиатр и не психолог. Ни по Библии, ни по его жене, ни по его портайгеноса. И то же самое в отношении Махмуда Аббаса. Я могу сказать, что видение решения этого вопроса в глазах американского президента, который был здесь, такой, точка. А дальше посмотрим. Я не отвечаю, я не могу определить, я еще раз говорю, я не психиатр, я не психолог. Ну да. Окей. Я не знаю там насчет палестинской автономии, у них там своя жизнь, своя внутренняя политика, свои дела. Но судя по тому, что мы наблюдаем в нашей любимой стране, наши, так сказать, депутатский корпус, наши политики вряд ли захочат поддержать премьер-министра, если он соберется пойти навстречу просьбам Трампа. Политическая элита не понимает, где мы находимся, в каком состоянии находится государство. Что у нас за проблемы с Соединенными Штатами, что у нас за проблемы с Союзами, потому что я еще раз говорю, две основы израильской политики, которые были до приезда Трампа, которые говорили о том, что Абумазан и Антономия нерелевантны, и о том, что мы сначала договоримся с арабским миром, а потом заставим палестинцев, это рухнуло. рухнуло в один момент, как только первые фразы о Ближнем Востоке сказал американский президент. То есть, на что они рассчитывали? Вся их, все их понимание, или не понимание, окружающей обстановки и возможного развития тут оказалось самым наглядным способом. Самым наглядным способом. Так теперь вопрос, на что они способны? Я не знаю, на что они способны. Они сами не знают, на что они способны. По крайней мере, пусть пытаются разобраться вообще, что происходит на Ближнем Востоке. Они закрыли глаза и сказать, посмотреть на жирафа и сказать, нет такого животного. Вот нет. Или кричать, давай признай весь Иерусалим. Ну, хорошо. Да, да, да. Сначала допейте, чтобы он Западный Иерусалим признал. Хотя бы. И этого американцы не сделали. Россия, да, сделала. Американцы нет. Они до этого еще не доросли. Они думают.